Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в город Егорьевск на стадион Мастер Сатурн. Подходит к своему завершению очередной сезон в юношеской футбольной лиге 1 и 2. Остается буквально несколько туров, и сегодня мы станем свидетелями матча между Мастер Сатурном и Чертанова. Последняя команда, которая займет 14 место по итогам сезона, вылетит куда-то напрямую. Она получит шанс остаться в юношеской футбольной лиге на следующий сезон. Попытка передачи в группу атаки. И пошел скоростной ответ Чертанова по левому флангу. Можно здесь простреливать низом и можно забивать. Нет! Спасает свои ворота даже не голкипер, а один из защитников прибежал. Кто это был? Это был Евгений Марченко. Хорошая передача, посмотрите. Цогол. Длинная передача в расчете на скорость нападающего. И что здесь пенальти ставит орбитер. Ну что же, нарушат нашу скуку прямо сейчас Чертанова и Мастер Сатурн, а точнее больше хозяева. Вроде бы гости больше атаковали, но открыть счет реальнейшую возможность получают хозяев. 1-0. Несильный удар, но самую главную свою задачу выполнил бьющий. Сейчас он развел мяч и голкипера по разным углам. 1-0. Мастер Сатурн выходит вперед. Хотя я думаю, что помощь достаточно высокого игрока, коим является Станислав Цокровь. Могла бы пригодиться, но и без него Сатурн забивает. Сатурн реализует еще одно стандартное положение. 2-0 на 34-й минуте. Подача очень хорошая, закрученная в район дальней штанги. Скидка туда, в центр. Поэтому, возможно, 1-2 минуты судья добавит. Цокол. Атака Сатурна. Берников переместился на левый фланг. Хорошая передача в центр. И отсюда можно пробить. Хорошая попытка. И мяч по уходящей от вратаря траектории сейчас летел в дальний угол. И начинает очередную атаку. Иванов на правом фланге. Есть поддержка справа, конечно же. Иванов. Иванов уже штрафной. И можно отсюда даже пробить. Мяч летает в ворота. 2-1. И как-то очень спокойно сейчас автор забитого гола реагирует на этот эпизод. Ну что же. 2-1. После скучненького получаса мы увидели три забитых мяча. В перерыве по традиции вас ждет нарезка лучших моментов первого тайма. А пока при счете 2-1 в пользу мастер Сатурна мы отправляемся на перерыв. У хозяев через пару минут Владислав Сергеев удвоил преимущество мастера Сатурна. Чертанова под занавес тайма благодаря голу классному прорыву Ивана Иванова. Один мяч отыграл. Преимущество здесь, наверное, статистическое за Чертанова. Вот и сейчас мы видим, что Чертанова первую главу и втором тайме подает. Причем подает неплохо. Шанс для того, чтобы счет сравнять. Удар в падении. И мяч в сетке. 2-2. 2-2 забивает Владислав Корбут. Он забивал Сатурну в первом круге. Отличился Владислав и сегодня. Мы видим, что Чертанова сразу после забитого мяча спешит к центру поля для того, чтобы как можно меньше времени потерять. Каждая секунда на счету очередная подача. Кстати говоря, ровно туда же, откуда голевая скидка последовала пределы вратарской. Ответ Чертанова. Передача хорошая. Здесь офсайда не будет зафиксирована, потому что пассивный. Передача штрафную. И 3-2. Вот так. Едва ли не первым своим касанием Максим Белковский отправляет мяч в ворота. Сатурн вел 2-0. Чертанова уже впереди к 59-й минуте. Фантастика. Максим Белковский в результате классной контратаки тонким касанием переправляет мяч в дальний угол. Атаманский. Ну и по новой приходится болельщикам включаться. Удар по воротам. И это первый настоящий шанс для Антона Шамонина. Не забивает. Не забивает нападающий хозяин. Ну, в первую очередь Тараскин и Тарас. Однозначно. Это футболисты, которые здорово выходят на замену. Но пока Чертанова атакует. Еще один удар в створ в ворот. Это Данила Ефимов. Сегодня первую скрипку Чертанова исполняют другие люди. Отбор чистый. Три в два атака Сатурна. Это шанс наказать. Бердников. Бердников спасает Веселов. 48-й номер. Сатурн снова атакует. Шамонин. Это пенальти. Это пенальти железный. Хотя на этот раз футболисты Чертанова пытаются поспорить с арбитром. Антон Шамонин. Ну да, прокинул мяч вперед. Да, кстати, нарушитель. Иван Иванов. Футбольная судьба возвращает долги. Очень может быть. Ну, похоже, Марченко снова пробьет. Три-три. И ведь не в угол пробил Женя. Но при этом действовал по мячу галкипер Данила Веселов. Пытался среагировать на это туда. Три-три. Ничья. Мяч у ворота команды Чертанова забил Евгений и Марченко номер 13. У Марченко дубль. Можно, можно здесь добежать вполне. Атаманский. Атаманского чуть придержали там на флаге. Ворота пустые. Можно, можно пробить. Нет. Мяч выше цели. Пролетает. Маложа. Молодец. Георгий Маложа. Да-да. Сатурн, Сатурн. Подача штрафную. Удар. И рядом со штангой мяч пролетает. Вопрос только, кто последний мяча коснулся. Судя по всему, угловой нас ждет. Да, едва в свои ворота там срезка не прилетела. Кузин у мяча и Бертников. Вот такая заготовка. Будет ли удар? И будет даже гол! Или мяч не защита? Кто-то схватился за голову. Нет. Кузин бежит праздновать. А это значит 4-3. 4-3 в пользу хозяев. Вот это сценарий. Вот это боевик. 2-0 вели хозяева. А потом уступали 2-3. И забили еще 2 мяча подряд. Лычагин. Высоковато взял. Иванов. Нужно уже грузить штрафную. Что и делает Иванов на дальнюю штангу. Мяч в игре. Или вышел все-таки за пределы поля. Вышел. И все, друзья. Мастер Сатурн празднует победу над Чертанова в рамках юношеской футбольной лиги 2. 4-3. Это был потрясающий матч. Мастер Сатурн празднует победу над Чертанова.